надо подставить вот это по идее должно быть нормально так поехали привет друзья боже мой сто лет сто зим я знаю и я еще причем в таком же виде красная я с работы ох солнышко светит вы знаете долго меня не было но вы поняли что работа меня засосала вообще вижу все старички все реже канадские старички канадского влога все реже появляются на экранах по всей видимости как бы жизнь крутит очень много новичков которые рассказывают как эмигрировать в канаду наша история миграции в общем и всякое такое поэтому можем сейчас уже такое количество прекрасных блогеров которые рассказывают про жизнь в канаде про то как они приехали про их не абсорбцию что ну получается старички уже немножко себя изжили с этими темами поэтому в принципе они их и уже не употребляют эти темы они уже не рассказывают то есть старички в основном стараются перейти на какой-то контент более сфокусированный на какой-то теме да то есть все стараются сделать свой влог более специфически направленным вот я даже вижу мариночка так давно не появлялась мариночка наша эмиграция канада перешла тоже в вот в уровень финансирования вот в эту область и у нее великолепнейший блок влог который она ведет в инстаграме просто вот невероятный вот вы знаете профессионал например парикмахеры вот в начале этом парикмахеры делают все мужские стрижки женские там окрашивания там я не знаю детские там короче все под но со временем они вот работают они понимают что например им больше нравится ну скажем стричь или например красить или нравится больше работать с детьми или больше женщинами так далее так далее может извините что я красная потому что мне реально жарко сегодня у нас первые жаркие дни сейчас 16 градусов в общем я поняла также в блоге то есть либо люди просто и исчерпали себя и закрыли блок да то есть если например это было там я не знаю на какой-то теме какой-то какой-то теме вот у меня тема я вам скажу семейного блога как такового себя немножечко изжила почему потому что габуля пошла в садик закрутилась рутина и душка в школе я работаю и хочется снимать но я понимаю что вот такой же контент какой он был год назад два года назад он уже не может быть просто потому что он себя изжил вот ну во первых для этого тоже нужно время во вторых нужно время для монтирования то есть одно время это для съемки второе время для монтирования как такового времени а много нет поэтому вот влоги семейные которые по большому счету должны выходить либо каждый день либо раз в неделю и уже как бы все тюкил он не может быть существует то что у меня нет времени не снимать каждый тем более сильно нечего что снимать и монтировать у меня нету для этого боль ну столько времени поэтому но youtube я люблю по-прежнему и я не хочу запускать свой канал я люблю своих подписчиков которые активно следуют в моем новом русле по за моим инстаграмом который не имеет отношения к моему влогу вот я вам хочу сказать что я люблю youtube поэтому свой блог свой канал я не собираюсь превращать в архив хотя очень многие видео останутся архивом кстати которые я тоже люблю пересматривать какие-то семейные видео вот что такое это все я очень люблю конечно вот но как таковой канал семейный влог он закончился я так долго думала и думаю мне нужно его как-то сфокусировать какое-то русло вот у нас 2019 середина года и нужно как-то что-то двигаться в каком-то другом немножко направлении в общем поэтому мое направление которое я выбрала для себя то что я любила всегда я любила вопросы экономии также любила делать видео о покупках и кстати вы все очень любите мои покупки смотреть многие пишут и нам как будто сходили с тобой в магазин и многие люди которые собираются приехать им интересно посреди цены и разнообразные продукты и вообще я сама по себе даже помню я всегда любила встретить вот даже у других блогеров в америке где-то в других странах я люблю смотреть влоги из магазинов что люди покупают сколько это стоит ихняя корзина поэтому в этой тематике казалось бы снимать нечего но на самом деле снимать есть очень много чего первых есть очень много магазинов не только продуктовые это просто то что куда я вас вывожу в большинстве своем случае своих случаев но есть очень много других магазинов есть много что показать есть много разных отделов по которым можно вас проводить и в общем это тоже целый кладезь какое у нас время где часы где часы я не знаю сколько времени потому что часы закрыты моим телефоном на который я снимаю кстати да вот камера у меня так и не появилась я так и хожу со своим телефоном и снимаю на телефонах хочется просто смотреть чтобы сильно не тряслось чтобы был нормальный звук хотя бы да какие-то ну элементарные вещи мы не говорим про какие-то там речите камеру супер-купер-дупер хотя сегодня телефонное разрешение камер позволяет достаточно хорошо качественно передавать съемку поэтому ребята я вас приглашаю на свой канал если вы впервые зашли на мой канал и смотрите это видео первый раз подписывайтесь вы сейчас прослушали лекцию о том о чем будет более-менее мой канал значит в связи с тем что канал будет о покупках покупках в разных отраслях и продуктовых и там я не знаю одежда и все другое кстати если вас интересуют какие-то темы пожалуйста если вас интересует и закупка и сравнение цен по какому-либо парадукту пожалуйста мы уже делали такое на моем канале информационное видео по халяльной продукции мы делали такого плана видео по закупке на лазаньи вот и как истекающие из этого то есть мы сравниваем продукты смотрим какие-то рекомендации там независимого эксперта в моем лице вот и как истекающие из этого будут какие-то рецепты потому что то что я покупаю часто хочется попробовать посмотреть а что же это и как это до сих пор мы в восьмой год но конечно до сих пор я не перепробовала все продукты до сих пор остается ряд продуктов которые я еще собираюсь только исследовать купить и так сказать ввести в наш рацион наш рацион да меняется с годами я не могу сказать что мы едим одну и ту же еду я пробую что-то новое если нам что-то нравится и приходится к душе то мы обязательно приводим это в наш рацион поэтому тут тоже будут новинки хотя у меня тоже есть огромный плейлист уже с рецептами которые вы тоже можете зайти и смотрите вообще стараюсь все свои видео делить по тематикам по плейлистам поэтому кого интересует иммиграция у меня есть целый плейлист об этом потому что на этом основывался мой блог года три первых кстати блогу уже семь лет моему так что не больше не меньше спасибо кстати всем тем кто со мной с первых дней что касается сегодняшнего дня я вас приглашаю с собой сегодня в костка мы едем вы знаете те из вас кто смотрит меня достаточно часто или видел мой блог знает что я стараюсь в костка ездить два раза в месяц за более крупными покупками такими как в основу мясо молочное и какие-нибудь вкусняшки основной продукт и моя основана как бы набора вы знаете моего что я беру когда было последнее видео я сейчас проверю я решила все-таки взять вас с собой сегодня и и вообще на самом деле в костка у меня ходил костя очень долгое время вот а тут что-то решила игра почему это ты ходишь давай-ка я пойду и вообще ребята мои давно скучают и я уж давно не была в костка то есть вы знаете продукты которые беру но я беру не каждый раз поэтому я думаю что вам будет интересно особенно для тех кто пойдет со мной в магазин впервые поэтому поехали посмотрим с вами посмотрим какие есть новинки чего новенького чего вкусненького и все пока что это все до встречи в костка что друзья мы приехали в костка время у нас 7 часов 30 минут стоянка забита просто вся я припарковалась но еще более-менее удачно поэтому он по моему костка до 9 работает поэтому представляете сколько народу в конце рабочего дня поэтому если вы думаете что при закрытии будет меньше людей это неправда в костка всегда много народу и так пошли берем коляску и начинаем наши покупки так итак у входа дали флайер смотрим что здесь у нас есть чего у нас нет и что нас может заинтересовать в начале покупки может есть что-то из того что я хотела купить ну нет вот зато стоит телевизор с шикарным изображением поехали сегодня просто дурдом сумасшедший дом много людей не пройти не проехать с колясками всего думаю перейти на эту пасту у меня иногда бывает звёзд на кровоточек может что-то очень зубы такие стали восприимчивые говорят что вот это вот сенсу дайна на сенсу 1 я не знаю как направлено что она более-менее хорошая не знаю друзья кому нужен бенедрил 1799 здесь вот такой вот набор большая баночка к ней маленькая придает 250 и 100 миллилитров подарок можно сказать это очень дешево дешевле не найдете чем хорошо это антигистамин и даже если есть небольшая вот вам на английском что можно было прочитать небольшая энергия то оно не аллергия а насморк вот running nose даже оно немножко помогает ему все успокаивает что-то же вы знали про чудесную палку я вам уже рассказывала она у меня есть я очень довольна моим пол все классно вот эти щетки заметать тоже у меня кусковские правда они были у меня зелененькие сейчас они у красненькие я думаю что то же самое просто другой цвет очень хороший бренд вот прям приятно заметать все подметает так ну это я вам просто что-то показываю что мне надо было здесь что-то другое а мне нужна хорка но не здесь наверное надо будет сейчас посмотреть так сегодня я вот возьму wing cream вот это вот я его люблю ставлю себя во всех ваннах ой какой он пизолючий вот в каждой ванне на кухне и в каждой ванне и я чищу им и унитазы и раковины видите поверхности вот он и железные и керамические в общем все классные то есть он такой порошок жидкий вот я обязательно его беру сегодня у меня будет много таких покупок которые связаны с уборкой все закончилось и так киркланд ультрасофт 1099 220 лоуд с 5,5 литров здесь 5 литров другая фирма 217 лоудов то же самое короче практически берем вот эту штуку потому что мне нужно освежитель для белья еще мне нужен порошок так 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 теперь мне еще нужен порошок сейчас вот это передавали порошок по скидке по-моему сейчас будем искать какой порошок найти потом пойду в одежду постречу свеженького надо и дожки что-то купить короче надо сейчас найти порошок так уберу этот по скидке сейчас сейчас выгодно получается брать его ой сегодня еще ничего не кушаем только моем дом сейчас по 1699 вот такие пижамочки четыре как бы две пижамы в одной упаковке так мне понравилось вот это не знаю брать ее или нет вот две такие штанги длинные шортики габушки возьми есть такая расцветка остальные маленькие вот пятый размер с такими кисюнями вот с такими кисюнями ой еще есть а это кися балерина ой кися балерина мне кажется габе очень понравится главное бы еще найти ее размер нету а нет вот есть есть кошечка вот вот такая возьмем габи балерина она спит в теплой зимней любит в пижамах спать себе такие штаники решила взять 20 долларов сейчас стоят вот классные тянущиеся такие класс беру так наша девиночка 7,99 туна в масле я ее люблю это первая еда которая сегодня попадает ко мне в коляску мне вообще-то нужна мука наверное на следующем отделе так томаты пока можете мне брать макароны мне не нужны идем дальше решила взять этот кетчуп 6,49 Костя давно меня просил попробовать вот этот большой 2 литра сколько там ну как его вытащить то ой 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 не могу вытащить хочется тот который сзади кажется что он менее открытый боже не могу взять вот он окей вот так еру орешки и стоят 14,70 тут же мука но я муку не буду брать я подумала там у меня еще есть миска мне до следующего раза еще хватит так что он пока отменяется так приправы в принципе у меня пока все есть мне ничего не надо вот что мне еще нужно я в список не записала поэтому я их ввела они сегодня у нас стоят 9,49 такая усталость наступает во время покупки хочется просто здесь упасть и все что это криспи халапиньо с фреш гурме и что это такое такие типа чипсы криспи халапиньо кростеланс маяцом тэш халапиньо это наверное острое не буду это брать но вот такие штучки тоже есть а ну да это типа хрустиков вот эти у меня есть которые я беру вот для супа для салата тоже наверное типа такого хотите что-то дорогое на ровном месте вот какой-то манука хани 1 килограмм 58 долларов но это не оно это орехи какая-то фигня а должны было быть какой-то хани но это на самом деле просто ореховое масло которое стоит 12,49 not for nature короче хотела построить ее на этот манука хани за 58 долларов но его здесь не оказалось его наверное разобрали так вот эта отделка там где все вот эти вот хлопья все эти сухие завтраки в принципе мы их не покупаем и не едим иногда на каникулах я беру детям вот эти вот фрот лопс или что-то типа их него заменителя ну только другой фирмы не фрот лопс а другой какой-нибудь фирмы вот но сейчас вместо этого я взяла им эти панкейки будут так сейчас мне нужно сыр сыр кусочками где-то вот здесь сметана мне не нужна это мне не нужно йогурт мне нужно наверное не здесь а колбаска как же без нее короче сегодня не густо с едой у нас получается ну в общем идем сейчас мы заходим просто в отдел где будет реально еда все у нас появилось две упаковки йогуртов для габи и для еда побольше вот эти йогли да беру йогурты да не брала а сейчас стала брать не беру съестные беру питьевые в школе доедать только для школы так беру баттерд хэдок 13.99 что-то сегодня здесь все полупустое был у нас Виктория да и вчера так наверное люди проголодались и вышли на хантинг еды ой вот эти мы их все любим очень беру вот этот чикен стрип 13.99 посвежее берем ууу с вы нами тут вот это вот состояние для поста достаточно резкая Вот, вот когда реально пусто, все пусто. Так, я беру Киркландский вночок. Three berry blend. Нет, это не blend. Вот это blend. Беру его. Он вкусный для смузи. Мы с Костиком просто любим разморозить пару ягодок вечером себе в тарелочке. И просто их вот так покушать без ничего. Просто вот, как бы, как вкусняшку. В кашу можно, но, короче, кто куда. Ужасно пусто все уже. Как бы, я не знаю, налет такой нашествия, как будто голодомор объявили. И люди пытаются запустить продукты. Ребята, хочу вам сказать, что кто-то выбросил вот эти сосиски. Я их искала, их нету там, где они обычно лежат. И я их подберу, потому что ужас, все разрыто. Вообще все какое-то пустое. Сумасшедший дом-дурдом. Еще сыр. Вот уже кто хочет есть готовые упаковки покушать для тако. Там 75. Тут уже и соус, и сыр, и салатик, и мяско. Все. Вот. Но я сегодня буду брать эту курицу, потому что обычно мы уже разобрали. Но я буду брать какую попадется. Просто, чтобы хоть что-то поесть. Так, взяла курицу, взяла такую курицу, фарш, хлеб, и батончики. Вроде все. Не было сегодня болотчей, и не было свинины, которые я беру. Но ничего. Итак, покупка закончена. Все упаковано компактно. Покупка у нас совершена на 200 долларов, плюс-минус. За счет чего высокий такой достаточный счет? За счет порошков. То есть мне нужен был и кондиционер для стирки, и порошок, и хлорка у меня, да. И, значит, моющее средство, вот эта вот паста, плюс одежда, да. То есть это какие-то экстра, которые вообще редко покупаются. И вот так выпало все вместе на сегодняшний день. Так что вот да, как-то так. Итак, время без 29, друзья. Стоянка уже пустая. Уже не так людно, как было. Уже все разошлись практически. На кассе я стояла, в принципе, получается, недолго. Денег потратила много. Ну, и обратите внимание, как светло. То есть уже говорит о том, что вот она весна. Потому что время без 29, а светло как будто 5 вечера. Правда? Все, мои хорошие. На сегодня, конечно, был трудом. Если честно, я вот после Костка обычно бываю уставшая. А сегодня, когда, знаете, еще вот эта вот куча народа, сквозь которую нужно пробиться, сквозь эту кучу, так вообще получается, что, ну, очень интенсивно. Я устаю. И потому что, мало того, что тебе надо толкать коляску, ее нужно постоянно поправлять, потому что все время кто-то хочет пройти. Плюс надо смотреть там за своими сумками, за всем своим. Thank you. Сейчас я пролезу здесь между машинками. Ну, вот. Спасибо, merci. Надо включить фары. Уже желательно все-таки. Так что, ребята, обратите внимание, как светло. Это классно. Это ощущение лета. Это ощущение легкости и новизны. Я сейчас возле Шулс Джоз Спорт Грилл. Спорт Грилл. Короче, какой-то спортивный бар. В нем сидят люди, смотрят телеку, кушают, пьют пиво. В общем, у них все классно. Такое ощущение весны, легкости, лета. Ну, в общем, всего того, с чем он ассоциируется, вот, весна и лето. У каждого свое, своя ассоциация. Вот у меня ассоциация с тем, да, что вот светлеет позже, день длиннее. И начинается он раньше, и заканчивается позже. Для детей, конечно, сложнее, потому что уложить их спать и объяснить, что летом... Ну, Идуша уже, допустим, он понимает, конечно, что летом день длиннее. Ну, а Капуля говорит, что ей должна идти спать, если на улице еще белый день, да. В общем, это все тяжелее, конечно. Вот, поэтому, как бы, мое личное пространство сокращается в этом отношении. Ну, больше времени с детьми. Ну, например, такой день, как сегодня, мы очень мало виделись с детьми. Очень мало были вместе. Так что, вот и все. Подошла к завершению покупка. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть вопросы, спрашивайте, комментируйте. Мне интересно послушать, что вам понравилось, что вы тоже пробовали или брали. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok